Всем привет! Обед. У нас уже обед. Я сейчас одна дома. Сегодня у меня ночь на работу. У нас сегодня на улице тепло. Вчера было тепло, сегодня тепло. Вчера уже вечером перестирала обувь свою. Это мои кроссовки рабочие. В гараже в них, в огороде в них. Вчера в пути были грязные. На работу в них хожу. Постирала. Рассаду мою. Вчера балкон дети не закрыли. Было донно. Погрызла. Не знаю, пропадет или не пропадет этот перчик. Может все-таки свежие листочки пойдут и нормально будет. Вот. Погрызла. Уже вот потепление. Так, надо полить опять помидорки. Подсохли. Уже потепление у нас идет. Уже второй день сегодня тепло. Я думаю, уже все тепло будет. На этой неделе буду уже высаживать в грунт. Как будут выходные. У меня впереди три выходных. Поэтому я вот в эти выходные постараюсь высадить всю свою рассаду. Вот. Так, что у нас тут с баклажанами? Ну, баклажан она не трогала. Видимо, они немножечко колюченькие листочки. Она их что-то не ела. А перчик погрызла. Вчера уже допоздна стирала. Весь балкон просто завешала стиркой. Весь. Все-все-все. Вчера перестирывала. Букетик мой вынесла на балкон. Здесь прохладненько. Дольше будет стоять. Так что вот так вот. Так, ну что. Пополивать надо помидорки. Плохо, конечно, тут их поливать. Уже они уже большие. Перчики. Так, баклажан. Баклажанчики. Ну, сейчас еще. Тут еще. Ух ты. Помидорки. Так, что-то тут уже один у меня. Наверное, белка погрызла. Что-то он какой-то прям один. Совсем уже завел. Все, все полила. Девочки, мои огурчики. Один вот уже сходит. Остальные пока не видать. Видимо, глубоко зарыла. Тут вот еще четыре стаканчика. Вчера в гараже нашла. Одноразовые. Сейчас дырочки пропаяю в них. И тоже посею сюда по одному уже семечку огурцов. Тоже поставлю здесь. Пусть стоят. Всходят. Всем привет. Решила еще с вами так лично поздороваться. Помыла голову. Вчера вечером приехали. С гаража. Никакущие, уставшие. Помылись. Но сегодня, так как мне сегодня в ночь на работу, я решила опять помыть голову. Потому что завтра до утра. Ну, будет уже не чистое, грязное. Намазала оттеночным бальзамом волосы. Вот они немножко такого цвета. Вот. Ну что. Мне сегодня нужно погладить свой костюм на работу. Я уже там вот его положила. Вот он видно вам на спинку дивана. Это чтобы я не забыла. То я могу забыть погладить костюм и сварить какой-нибудь супчик простой, легенький. Сварю. Ну и все. Больше сегодня делать ничего не буду. Вчера еще вечером уже никакая. Сил нет, уставшие. Дома мальчишки пока мылись. Пока что. Пока один посуду мой, второй мылся. Думаю, протру полы. Налила ведро воды, швабру, тряпку. Паласта сняла в зале. И давай гонять по квартире. Уже никакая. Еле ползаю. Но все-таки полы протерла, помыла. Прибралась. Сами намылись. И просто как убитая, как легла. В одном положении. Наверное, спала до утра. Просто вымотались вчера вообще конкретно. Так что сегодня встала. Так приятно. Пол чистенький. Все чистенько. Думаю, какая молодец. Вчера, что хотя бы уже с последних сил, как сказать, перемыла полы. Так, ну что. Вчера столько было много плова. Мы поужинали вечером все вместе дома. Даже былка, кстати, заценила наш плов вкусный. Ваня на работу себе наложил в контейнер. И там осталось на двоих прям вот по чуть-чуть. Ну и все. Поэтому сегодня какой-нибудь легенький супчик надо варить. Потому что на вечер уже не будет. А то как-то писали в комментариях мне, когда мы жарили шашлыки. Мясо на 60 человек жарите. Такая чушь вообще, я не понимаю. В моем понимании, если мы жарим мясо, то мы жарим, чтобы поесть. А не так, чтобы вот как будто бы купленное там 2-3 кусочка съел и все. У нас семья, у нас 3 мужчины, которые любят мясо. Поэтому так же и плов. Я варю много. Ну что, зря костер разводить, чтобы там вот 200 грамм плова, риса засыпать. Это, конечно, мне непонятно. Поэтому если мы жарим мясо, так мы жарим нормально. Если мы варим плов, то мы варим почти полный казан. Вчера вы видели, да? Вот, ну не вчера, там на днях видео. Что как бы, если уж варится, если уж печка топится, то уже сварить нормально. Достаточно нормально плова, чтобы хватило вот нам на полтора днях. В принципе, только и хватило. По 2 раза все поели и все, больше. Ну и то по 2 раза поели. Даже Дима у нас перебирает еду, и то ему понравился плов. Он вчера прям хорошо вечером поужинал пловикой. Белла, говорю, и то тоже поела. Так что вот так вот. Ну все. Сейчас я поглажу костюм и буду варить супчик. А, еще огурцы посеять надо. Господи, еще дел, то есть хватает. Ладно, погнали дела делать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сварила девочки супчик DimaTorzok 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 все ходят с распущенными волосами. Я не могу. Я никогда не ходила с распущенными волосами. Мне всегда мешают, мне шею колят, здесь лицо щекотят, колят. В общем-то, длина у меня разная была за всю свою жизнь. Волосы были разной длины, но я никогда их не распускала. Либо в хвост, либо в косу, либо как-то вот так вот поднимала. Сейчас у меня крабик тут на голове. Я еще не расчесывала волос, так вот собрала немножко. Готовила обед. Тоже как с распущенными волосами готов. Вдруг волос куда-то упадет там, да, в кастрюлю или там в чашку еще куда-то. Поэтому никогда я не хожу и не буду ходить. Я неприучена и не могу себя переучить в столь уже своем возрасте ходить с распущенными волосами. Так что не обессудьте. Цепляю заколочки, как цепляла и буду цеплять. Детские, не недетские. Главное, мне удобно. Там мне носить эти заколочки, мне собирать эти волосы. Поэтому это мое дело, как я их собираю, чем я их закалываю. Ну, как-то так. Ладно, буду заканчивать на сегодня свое видео. Всем спасибо за внимание. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok